Завершая наш беглый обзор семейства библиотек Boost, хотелось бы обратить внимание зрителей на ряд иных любопытных библиотек. Одной из них является библиотека так называемых интервальных контейнеров, которые могут помочь вам в решении ряда специфических задач, например, при проектировании и разработке планировщика или системы календаря. Такие интервальные контейнеры подразделяются на интервальные множества и интервальные отображения. Они поддерживают стандартные операции, такие как объединение, пересечение и позволяют отвечать на вопрос о том, входит ли конкретное единичное значение в тот или иной интервал. Конечно, задачами календарного планирования применение интервальных контейнеров не ограничивается. С их помощью можно решать разнообразные геометрические задачи, интерпретируя интервал как отрезок на числовой оси. Аналогичное, околоматематическое назначение имеет библиотека, которая поддерживает тернарную логику, которая в отличие от классической логики «да-нет» допускает значение «может быть», «возможно», «неуверенно» или «неопределено». Эта логика, так же как и обычная, поддерживает ряд унарных и бинарных логических операций, то есть операций над одним или двумя операндами. Поскольку теперь эти операнды могут принимать не два, а три разных значения, то и таблицы истинности таких логических функций становятся более обширными и интересными для анализа. Еще одной, весьма поучительной с точки зрения реализации библиотекой, является библиотека поддержки анализа единиц измерения, например, для физических величин, как показано на текущем слайде. Подобная запись, как нетрудно догадаться, не имеет ничего общего со школьной или университетской физикой. Операция «звездочка» в данном случае выступает как перегруженная бинарная операция, которая связывает привычные нам числовые литералы и специальные экземпляры классов, работа которых построена на активном использовании метапрограммирования. Разобраться с библиотекой Boost Units будет полезно большинству наших зрителей, и это в очередной раз мы оставляем как своеобразное домашнее задание. C++, как языку написания высокоэффективного кода для разнообразных вычислительно-емких приложений, конечно, не хватает собственных математических библиотек. Частично этот пробел пытается восполнить семейство Boost, предлагая широкий спектр разнообразных математических библиотек, которые нацелены на решение самых различных задач. Среди библиотек, которые используются чаще всего, можно упомянуть библиотеки для работы с графами, библиотеки для работы с вероятностными распределениями, а также те библиотеки, которые перечислены на текущем слайде. Зрители, которые не готовы взять на себя смелость начать использовать представленные или любые иные библиотеки семейства Boost по причине их значительной сложности или нежелания вводить в собственные проекты избыточные зависимости, наверняка уже ждут возврата к языковой части курса. И вот сейчас мы переходим к новинкам языка C++, которые касаются системы типов, а точнее говоря, категорий типов, как универсальных понятий в рамках нашей программной системы. Речь пойдет о концептах и требованиях к типам. С момента своего появления языки C и C++ были типизированными. Другими словами, каждый программный объект, будь то переменная или константа, которая хранится в памяти, всегда имела тот или иной тип данных. Под типом, напомню, понималось и понимается множество возможных значений, которые, к примеру, способны принимать переменные, а также набор разрешенных операций над этими соответствующими значениями. Типизация, которая была и остается характерной для языков C и C++, является слабой. Слабая типизация предполагает возможность неявного преобразования типов. Слабая типизация была необходима, поскольку самые ранние наборы типов, а я напомню, что в языке C отсутствовал даже логический тип данных, были ориентированы на машинную реализацию операций. И типы преимущественно сводились к набору вещественных, целых и указателей. В свою очередь, такие назначенные типы данных, хотя и допускали преобразования, были статическими типами. Иначе говоря, они не могли меняться во время исполнения программы. Именно по этой причине, как мы утверждаем это на текущем слайде, язык C++, как и его предшественник, язык C, является типизированным языком со слабой статической типизацией. Таких представлений хватало и пока еще хватает для решения подавляющего большинства задач. Тем не менее, уже сегодня возникает осознаваемое программистским сообществом потребность выражать несколько иные, более абстрактные, а потому более универсальные мысли и представления, касающиеся разрешенных и неразрешенных типов. К примеру, типов фактических или формальных параметров функций, а также типов аргументов шаблонов. Примерами таких запросов или потребностей являются потребности следующего рода. Написать функцию, которая принимает на вход любой порядковый тип. Написать метод класса, который способен обрабатывать только контейнеры. Научиться отличать структуры от классов, а вещественные типы от целых. И иметь возможность формально проверять выполнение таких и подобных им требований, причем на этапе компиляции исходного кода, согласитесь, очень продуктивная идея. И вот за самой идеей пришло время ее воплощения. Воплощение приняло форму так называемых концептов, или именованных требований к типам языка C++, которая была зафиксирована как техническая спецификация, разрабатывавшаяся на протяжении определенного времени и принятая в то время, когда записывается наш видеокурс, а именно в ноябре 2015 года. И упомянутая нами техническая спецификация, посвященная концептам и требованиям к типам, безусловно, важный шаг на пути к такому состоянию языка C++, при котором названные нами требования будут формально выражаться на языке программирования и будут доступны для проверки средствами компилятора. Тем не менее, уже сегодня мы можем говорить о сложившемся словаре названий требований к типам, как пользовательским, так и стандартным. А это означает, что с названиями этих требований можно и нужно познакомиться внимательнее. Количество практически значимых именованных требований к типам уже сейчас достаточно велико. А это, в свою очередь, означает необходимость определенной организации этих требований в ту или иную, пусть пока не сложную, иерархию. Элементами этой иерархии являются категории требований. Одной из важнейших категорий являются так называемые базовые требования к типам. На сегодняшний день эта категория объединяет шестерку требований, которые представлены на текущем слайде. Заметим, что до появления диалекта C++11 таких базовых требований было всего 4. Детальный анализ всех известных на сегодняшний день именованных требований к типам занял бы чересчур много времени. Поэтому мы не будем ставить перед собой столь амбициозную задачу и сконцентрируемся на некоторых наиболее важных в практике программирования именованных требований к типам. На данном слайде вкратце представлен полный ландшафт требований, которые существуют на сегодняшний день в диалекте C++14. Глядя на этот перечень, нетрудно заметить, что много нового в ландшафт именованных требований к типам внес диалект C++11. А с приходом диалекта C++17 перечень именованных требований также предсказуемо пополнится. Но обо всем по порядку. О требовании container, а также требованиях к размещению данных мы поговорим немного позднее. Пока же заострим внимание наших зрителей на категории требований уровня библиотеки. Как следует из названий элементов этой категории, данные требования позволяют установить такие полезные характеристики типов, как принадлежность к аллокаторам или распределителям памяти, речь о которых шла в контексте библиотеки STL, принадлежность к функциональным объектам, то есть классам с перегруженной операцией функции круглые скобки, принадлежность к предикатам, бинарным предикатам, возможность задействовать объекты интересующего типа данных в операциях сравнения на равенство и операциях сравнения при помощи функции сравнения меньше. Точно так же мы можем задавать весьма детальные вопросы, относящиеся к контейнерам. В частности, среди контейнеров можно легко выделить последовательные ассоциативные контейнеры, а начиная с диалекта C++17 и контейнеры, которые имеют физически смежное хранилище элементов данных. Для того, чтобы перечисленные, да и любые другие требования к типам не оставались лишь красивыми именами, в стандартную библиотеку языка C++, особенно начиная с диалекта 2011 года, активно вводятся специальные шаблоны структур, которые делают задачу анализа или интроспекции типов данных гораздо более простой и удобной, нежели ранее. К примеру, для определения того факта, что конкретный тип данных допускает создание новых экземпляров путем копирования существующих, в стандартной библиотеке представлены три различных шаблона структур, работать с которыми можно, например, так, как показано на следующем примере. Пример служит иллюстрацией того, как можно проанализировать отдельные характеристики двух несложных структур – структуры Foo и структуры Bar. Структура Foo является структурой с нетривиальным конструктором одного из своих атрибутов. Структура Bar является структурой с тривиальным, а потому безопасным по исключению конструктором. Выводы, которые можно сделать при помощи перечисленных ранее шаблонов структур, наглядно продемонстрированы как значения value, которые истинны в случае, когда свойство наличествует, и ложны, когда интересующее свойство не присуще той или иной структуре. Технически любое именованное требование к типу сводится к наличию у этого типа тех или иных физических качеств или логических элементов. В частности, упомянутое нами ранее именованное требование copy-constructible, которое означает возможность инстанцирования объектов типа путем копирования существующих объектов, сводится по сути к наличию у соответствующего типа, или, точнее говоря, класса в широком смысле, одного из четырех конструкторов копирования. Наибольшую известность, конечно, имеет конструктор копирования, который соответствует ортодоксальной канонической форме класса и принимает на вход константную ссылку. Тем не менее, принимать именно константную ссылку конструктор копирования, как мы уже знаем, вообще говоря, не обязан. Для того, чтобы тип T приобрел свойство copy-constructible, в его составе может присутствовать любой из специальных методов, перечисленных на текущем слайде. Что касается выгод и преимуществ, которые приобретает программная система при работе с таким типом T, то это возможность задействовать объекты этого типа, например, в контексте, который также описан на рассматриваемом слайде. Согласитесь, что это требование достаточно легко выполнить, да и само наполнение этого требования тоже, по большому счету, элементарно. Тем не менее, этот пример наглядно показывает, как можно и нужно относиться к такому понятию, как именованные требования к типам в языке C++. Не отказывая требованию copy-constructible и ему подобным базовым требованиям к типам в практической значимости, заметим, что многие кажущиеся простыми на первый взгляд требования к типам структурно весьма сложны и предполагают наличие либо отсутствие у того или иного типа, чаще всего класса, большого количества элементов одновременно. Примерами таких требований являются два требования, представленные на данном слайде. Речь идет о тривиально копируемых типах и тривиальных типах соответственно. Перечислять эти требования, читая слайд целиком, мы, конечно, не будем. Однако предлагаем нашим зрителям поставить здесь слайд на небольшую паузу и ознакомиться со списком достаточно внимательно, поскольку требования Travially Copyable и Travial Type весьма важны в теории и практике программирования на языке C++. Приведем только один, но, как нам представляется, показательный пример того, какое теоретическое и практическое значение имеет понятие тривиального типа данных. Именованное требование Travial Type среди прочего используется для того, чтобы формально определить не менее значимое, но более сложное требование к размещению данных. Требование Plain Old Data или POD Type. Будучи POD-типом, тип данных языка C++ во многом начинает функционировать так же, как типы данных языка C. В частности, значения такого типа могут передаваться в стандартные функции библиотеки языка C, создаваться на участках программной кучи, выделенных при помощи системного сервиса M-A-Log, перемещаться при помощи системного сервиса M-Move и так далее. И, наконец, еще одно, пожалуй, одно из наиболее сложных именованных требований, которое предъявляется даже не к одному, а к двум типам данных одновременно, это требование Container. Требование Container предъявляется к типу агрегата и типу элемента данных, который хранится в таком агрегате. Обратите внимание на то, что требование Container во многом складывается из удовлетворения перечисленными типами агрегата и элемента более простых именованных требований. Это обстоятельство только подчеркивает тот факт, насколько важно разбираться в простейших требованиях к типам для того, чтобы понимать и корректно и эффективно использовать именованные требования более высоких порядков. Заметим, впрочем, что выполнение требования Container не сводится лишь к удовлетворению требований более низкого уровня сложности. В частности, требование Container предполагает предоставление агрегатам ряда уже известных нам по библиотеке STL встроенных типов, а также обеспечение возможности выполнить ряд базовых запросов к агрегату и его итераторам. Впрочем, наряду с именованными требованиями к типам не следует сбрасывать со счетов и рассмотренные нами ранее в контексте библиотеки Boost характеристики типов, которые, в свою очередь, указывают на те или иные атомарные свойства абстрактных типов данных и дают возможность классифицировать типы данных в программах на языке C++ по достаточно большим категориям. Примеры таких категорий, а также проверочные шаблоны, которые введены в стандартную библиотеку для удобства работы, показаны на текущем слайде. Первая такая категория типов, порядковые типы, наверняка хорошо известна тем нашим зрителям, кто имел возможность прикоснуться к программированию на учебном языке Pascal. Те, кто имел дело с Паскалем, помнят, что понятие «порядковый тип» занимает там одно из центральных мест. Для любого значения порядкового типа можно всегда сказать, какое значение является для него следующим, а какое является предыдущим. естественными исключениями из этого правила являются значения, находящиеся на границе диапазона возможных значений такого типа, но для всех остальных значений такое понятие, как предыдущий и следующий элемент, является абсолютно корректным. «Порядковые типы» — это теоретическое понятие в программировании, и, естественно, оно характерно для различных языков, в том числе языка C и языка C++. Наряду с категорией порядковых типов, куда относятся целые типы, тип символа, выделяются и вещественные типы. Вещественные и порядковые типы совместно именуются арифметическими, а будучи дополнены типом Void и типом пустого указателя, который был введен в язык C++11, мы получаем категорию фундаментальных типов. Наряду с категорией фундаментальных типов большое практическое значение имеет категория скаляров, которая, заметим, имеет с фундаментальными типами много общего, но не является ей тождественной. Помимо перечисленных категорий, есть и другие категории массивов, классов, объединений. Все они представлены на текущем слайде. Подводя итог нашему разговору об именованных требованиях к типам, характеристиках типов, а также их категориях, необходимо отметить, что перечисленных инструментов, разумеется, недостаточно для того, чтобы полностью передоверить заботу о надежности и безопасности кода компилятору или иным средствам разработки. В то же время появление этих возможностей в недавно представленных диалектах языка C++ факт уже достаточный для того, чтобы обратить внимание на эти новинки и начать активно использовать их во благо для разработки качественных, эффективных, отказоустойчивых приложений, фреймворков или библиотек. Субтитры создавал DimaTorzok